ГОСТЬ НА МОЁМ ТВ 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 процентов этих мыслей они вчерашние то есть вот сегодняшнем дне только пять процентов из того что свежого нового до 95 то есть это представляешь тот в принципе любой нормальный обычный человек он тотально застревает вот в этих обычных буднях и те кто хотя бы пять процентов дают себе вот этого творчества какого-то они уже молодцы чаще всего очень действительно банальные дни и так далее так почему люди скучают друг с другом почему ну потому что 60 тысяч мыслей очень обычно и нет никакого там всполоха нет ничего такого от чего можно было восхититься но с этим можно что-то делать и очень похож на меня ты знаешь так говоришь интересно как будто мужчин такое что ты в влюбленном состоянии находишься а еще знаете что я вам друзья скажу очень жаль и я жду этого момента когда уже надеюсь может быть через каким-то образом через интернет вещание уже это можно будет видеть и чувствовать запах вы не представляете как него вкусно пахнет а я слушаю я я в свою очередь могу рассказать ребята но вы-то слышите все это да вот этот божественный тембр просто уникальный молодец того приятно разговаривать спасибо а мне тоже но видите как рыбак рыбака да и и я обратила внимание на то что ты улыбаешься как ты говоришь да мне не нравится как как ты подаешь твой запах надо тоже обращаешь внимание на волос я чувствую себя как первобытному обнюхали себя послушаем таким ты мне нравишься да как как я представляешь прости пожалуйста если мы с тобой сиделем федор ты прилично падаешь я тоже честно я доволен творчеством начал заниматься ты всегда был творчеством человеком пока эти вообще специальность да слушай про специальность чуть позже расскажу а вот как начал заниматься у меня такое ощущение что вот когда этот глагол до заниматься творчеством он уже это критичен то есть этот есть некая ситуация да в эйфории в какой-то когда находишься тогда кайф тогда прет тогда тогда вот есть невероятное количество какого-то вот харизма надо она как-то разливается вокруг вот это вот я ценю честно говоря такие моменты ну не я не всегда такой я бываю унылый там так далее занудный бываешь конечно это мое второе имя я тоже не может быть ворчливый вранье да не поверю никогда так вот представь ситуация на мне честно говоря очень мне приятно ощущать что у меня было эксклюзивное детство потому что до того как я родился у меня была хорошая компания мы близнецы с братом артем и поэтому вот это вот это вот взаимодействие да у нас это вот с этих самых с эмбрионов мне кажется еще и поэтому у нас всегда был повод пообщаться поговорить и озеркалить все время что-то да по крайней мере у меня никогда не оставалось никаких вопросов которые обычные дети катают сами собой вот как вы говорили о том что там маме кто-то позволил вопрос задать и так далее вперед всех взрослых компетентных людей у меня был собеседник самый отличный это мой брат да а еще интересная история у нас семья очень веселая такая хорошая мама была учительница русской литература так далее папа инженер все очень классика жанра советская так вот у нас две категории граждан все время находились в доме наш у нас двери не закрывались тысячи людей так вот это были отъявленные двоечники и потрясающие значит заучки вот эти вот отличники те которые учились там и так далее там эти книжные червячки они обожали как мама мечтает она очень интриганские в библиотеке еще работала и умело говорит ты знаешь вот джека лондона там ну ладно когда там кого-то кто-то сгрыз но надо рассказывал все то есть у нас была очень такая актриса актриса такая домашняя вот и я помню отчетливо мне 4 года и у меня было удивительное ощущение от театра в тот день в наш дом зашла девушка по имени таня таня училась то ли седьмом то ли восьмом классе и поскольку она была очень умной девочкой и очень начитанной все такое пока все остальные писали жиши там шифер и так далее в это время вам попросил . займи пока детей чтобы они не отвлекали вот этих балбесов лоботрясов и танечка бросила взгляд схватила какой-то там салфетку или что-то в этом духе поплевала что-то туда-сюда и сделала пальчиковые куколки она оторвала кусочек это был нос да она что-то там капнула какие-то не знаю какой-то там фигушкой и получились глаза и она начала с нами играть я был поражен как человек своими пальчиками может меня настолько увлечь настолько каждый раз приход этой тани на которую никто не смотрел как на интересную девушку я ее боготворил просто потому что это бы это было волшебное волшебное ощущение что-то волшебное произошло с нашими я слушаю первый раз да когда ты удивился творчеству и тут спрашивают кристина кузнецова когда удивился в последний раз от чужого творчества когда было прям вот ах а есть у меня последнее время такое хорошее увлечение мы с хорошей компанией ездим по морям по океанам и подходим под парусом так вот недавно со всем приехали борозили атлантику и вот там была потрясающая штучка это после про удивление то мы попали в хорошую волну был такой ну приличный шторм это всегда вдохновение это стихия причем не свойственный человек вообще никогда и на вот этот человеческий фактор вступает в работу короче вестибулярный аппарат не у всех идеальный и тут человечек один начал кричать на море причем так хорошо покричал вы представляете после того как он провисел на леерах минут 30 он возвращается обратно и он нам какой-то стишок абсолютно сентиментально романтичный прочитал я сейчас не процитирую это было у какой-то есенина а там о березках там о любви какой-то о родине и так далее то есть видимо промелькнуло у человека но вот после то есть вот есть акция и есть реакция так вот реакция его было для меня абсолютно неожиданно вот такие дела по поводу твоей профессии специальность какой ты получил но профессионально не дышать не шевелить все нормально это мы ребята это мы взаимодействуем с оператором сейчас да профессию меня я закончил исторический факультет нашего университета тюменского то есть у меня записано историк учитель истории я три года даже проработал то это было удивительное время потому что это было время такое но после перестроишь на этом и так далее так далее и нас позвали с братом поскольку мы были такие очень заметные такие мальчики похожие и выдающиеся уже в те времена ничего не сильно пантусь что все понял не дурак и все нормально нет все хорошо нет спасибо так вот другие люди рассказывать гораздо ярче на самом деле прям ух 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 был и бачок да ты скромничаешь спасибо вам и вас пригласили с братом и нас пригласили с братом в частную школу вот российско-американская школа такая была и мы там поработали очень хорошо там русского был только воздух и среди 14 часов которые дети проводили был один час русского один час литературы и час истории ну и физкультура еще была по-русски все вот это было конечно наслаждение когда ты ценишь вот нюансы всякие да и дети особенно не подростки такой но кинейджеры вот это все очень там же врать нельзя там все искренне были бы тебе интересно либо нет подожди получается так что ты всегда был увлеченным творческим человеком порядочный человек поступил университет закончил поработал и в итоге ты себя все равно творческая стезиата перевесила как это вот когда этот момент прошел наверно дело в том что этот образ жизни такой да мы там сценки показывали там в школе потом соответственно это была эпопея ночных клубов развития всевозможного и так далее и как-то это пошло-пошло нужно было заработать можно вот таким разовым творчеством которое понравится всем остальным и это стало продаваться вот и поскольку мы всякие там дурки придумывали и дурачились справа да с артемом вот как-то у нас это в общем-то как-то лягушка которая лапками молола 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 куда это все заведет было непонятно и всегда это был такой но приятный природок раз-раз-раз о халтура вот а потом люди еще все интересные так далее а потом я думаю ты меня понимаешь это вот запах кулис это атмосфера это адреналин это да это зрители это вот некая борьба это и притом знаешь мне всегда на эту тему нравится это режиссерский принцип а плюс б но не c если это так то тогда интересно не только тебе вот а потом а публика которая рядом собирается это всегда возможность проверить свою адекватность ты имеешь ввиду а плюс б равно не ц это что непонятно непонятно что дальше будет интрига да да совершенно верно да то есть это вот некая формула которая позволяет знаешь кто-то я боюсь я в какой-то книжке это вычитал потому что вот жизнь была интересной я к сожалению много встречаю опять же людей которые вну присыщаются то есть у них очень стандартные и они давят 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 так вот хорошо один дядька написал иностранный правда дядька написал так на чтобы твоя жизнь была пополна сил там жизнерадостность всякой и так далее надо получать удовольствие не от воспоминаний не от памяти а от вот от творчества от от возможности посмотреть вперед а дальше будет только интереснее а дальше неизвестно чтобы в любом случае не известно что будет да но это однозначно это вот этот а б не равно сегодня мы говорим о творчестве как можно ли заработать на творчестве я так понимаю что ты не не жалеешь что ты ушел с учительской нету во мне педагог он всегда так сказать бурлил и я конечно я этот момент очень я потом работу учил в системе лагерей звучит это вообще-то еще лучше звучит вот это было очень интересно такой был очень серьезный в жизни у меня эксперимент дети были разные были у нас гости которые оставили творчество по каким-то причинам была значит у нас танцовщица которые танцевали и очень мало платили она ушла в продаже парень который который музыкой занимался он опять же в продажу ушел вокалистка которая ушла в журналистику все не возвращается к этому я слышал как ты поешь не ври так ладно так вот в чем вопрос а вопрос следующий по ту сторону экрана очень много ребят сейчас сидят безумно творческих у которых огромное количество идей ты как человек который научился зарабатывать на творчестве что ты можешь посоветовать этим ребятам что занимаетесь этим и только этим и ничем больше федя прям вот да да ребята это один метод то есть испытывать себя каждый раз ну собственно каждому свое каждому свое безусловно и но те кто реально креативят да вообще этим может заниматься любой человек по определению потому что со времен адама и евы вот это божественная просто нам дал дана миссия творить мог только бог и человек никто более и поэтому когда человек не творит он уже не существо божие и вот в этом смысле я чувствую что если даме вот это вот заскруженность какая-то начинается это человек грешит я про себя так думаю я грешу когда я не занимаюсь творчеством тут другой еще вариант знаешь почему люди во всем мире тысячи раз ставят гамлетов да потому что одну и ту же пьесу одни и те же персонажи играет по-разному живут этой жизнью совершенно по-другому и вот взгляд да вот ракурс под которым все это вот под подано это до сих пор у людей появляется версия как можно быть гамлетом и каким гамлетом смысл какой пока не попробуешь не поймешь значит тут надо да и побольше наглости в этом смысле упорство не наглости да вот хорошо пусть девушки будут упорными мужики будьте наглыми мне кажется для мужчин это больше подходит много вы знаете женщин клоунесс вообще я двух да что вот вот все правильно ознакомь с ними до единицы вам надо быть другими совсем женщина творчество каким надо быть женщин так у нас кема другая я боюсь мы сейчас пустимся во все тяжкие но если а константину есть что сказать я думаю что ты к нам еще придешь да почему бы нет они это только после того когда фидор расскажет какая реакция была так сказать вообще у нас на есть где реагируют люди они в основном пишут про себя говорят что ты очень классно заряжаешь вот вруна потом спасибо тебе нет правда серьезно на самом деле олег получил пишет главное будь уверенным в себе и в своем таланте и не стесняться проявлять его на людях как сегодня бронс все пропустила берет все интересное видимо на только сейчас как понять что ты талантлив показать потому что ты талантлив или нет я на тебя посмотрю ты мне нравишься ты мне симпатичный ты талантлив да я тебя считаю ты точно так же на меня а мы посмотрим с тобой на другого человека о нет нет вообще нам не нравится есть у меня минутка да вот на эту тему моя работа приучила меня вообще к некой толерантности любое событие которое в твоей жизни происходит она не может быть отрицательным либо положительным это твой бесценный опыт бери попадая в эти ситуации глава деятельность чтобы было вот когда есть дело когда есть приключения происшествия вот именно после этого надо немножечко посмотреть на себя со стороны и короче надо вот быть другим быть другим чем в эту секунду потом другим ты еще станешь так далее через какое-то время у тебя накопится такой колоссальный опыт быть разным но тут главное не уйти в шизофрению конечно ой знаете как это классно прозвучало в контакте очень модно цитаты всякие да будь разным константин классно спасибо спасибо что пришел времени к сожалению очень мало да у нас ограничены а сейчас смотри пожалуйста на камеру да вот на влада и говорят я константин фирсов шоумен смотри моё тв будь в сети я константин фирсов шоумен смотри моё тв будь в сети моё тв ежедневно с шести до десяти вечера